Привет, друзья! Продолжение рубрики под всё ещё неизвестным мне, по крайней мере, названием. Зовём её хорошей партией, качественной, которая вам понравится. И героем этой рубрики становятся шахматисты, о которых я до этого не слышал от слова совсем. Я думаю, что подавляющее большинство тоже не слышало, но тем не менее, концовка этой партии выдалась на заглядение. Одна из самых эффектных комбинаций была разыграна, которую я видел за долгое время. Дебют, наверное, мы проскочим относительно быстро, хотя там тоже были поучительные моменты, но особой тактики там не было, на которую стоит обратить внимание. Но, в любом случае, присаживайтесь поудобнее, потому что эта партия вас не разочарует. Несмотря на то, что играли 2-283 белыми Мусавихар Саед из Ирана, 14-летний спортсмен. И чёрными играл Маннафов Вугар из Азербайджана, ему 20 лет. И, как я уже сказал, шахматисты не самые известные, наверное. Тем не менее, сумели нас порадовать здесь. Сицилианская защита у нас тут, ход Е6 и А6. Обычно так, кстати, играют более высокорейтинговые шахматисты, которые хотят обыграть более низкорейтинговых. В принципе, я, честно говоря, не знаю, в чём тут большая проблема у чёрных, но на высоком уровне вариант встречается довольно редко. Это Фаби так периодически играет, Андрейкин, по-моему, вроде как Свидлер баловался чем-то подобным. Но, и, по-моему, пару партий было в матче Кэрл Сангланд, если не одна. Ну, в общем, по большому счёту, не основная социлянка далеко, но, тем не менее, вполне разумная, боевая. Поэтому, возможно, мы увидим её популярность. Хотя, то, что сделал здесь Вугар, это, конечно, уже, наверное, лёгкий перебор. Здесь либо Конь Ф6, либо Ферд С7, С5 ещё есть ход. Это три основных хода, которые встречаются в этой позиции. И все они приводят к нормальным боевым социлянкам. Может, чуть-чуть похуже. Но Ж6 ход, наверное, уже перебор. Понятно, что хотим выйти на борьбу и так далее. Но всё-таки Е6, А6, Ж6, как-то, не знаю, мне кажется, через чё рискованно. Хотя, я сейчас вспоминаю, по-моему, Илья Смирин любил играть этот вариант. Вот даже сейчас посмотрю. Ну, вижу, Балаган так играл из известных гроссмейстеров. Гата Камский, Алексей Широв, Этьен Бакро. Рапорт, естественно, был замечен. Хотя, судя по всему, главным экспертом можно считать имена Камского. А вот Смирина я почему-то не вижу. Вижу партию белая. Смирина, Смирин, Камский. Но, в общем, может, я в плане Ильи что-то перепутал. А вот Гата точно тут кучу партий наиграл. Но, опять-таки, в большинстве своём с, нескоряйте говоря, шахматистами, попыткой уйти от теории и получить, может, чуть худшую, но такую сложную боицу на борьбу нормально. Но, чем ещё примечательна эта партия, это то, что это не итальянка, не Берлин, не русская, а нормальный боевой шахматный вариант, которого мы на высоком уровне вообще не видим практически. Рокировка. Слон Ж7, КБ3. Ну, КБ3, наверное, не очень удачно. Слон Е3 намного логичнее смотрится. Потом С4, КБ3 как-то так расставить. Но, естественно, учитывая, что 2,283 здесь белыми играет, мы, наверное, не будем особо ругаться. Идеальной игры мы не ждём. КБ3, КНФ6. Здесь, кстати, Е5 я бы всерьёз рассмотрел, потому что как-то тоже выглядит провокативно со стороны чёрных. В принципе, у белых, как я это вижу, обычно в состязанках, если есть возможность пойти Е5, то мы ею пользуемся с нападением на КНФ6. И тут Е5 сюда, потом ладей 1. По виду чёрных всё-таки должно похужеиться. 4 щё до коня можно пнуть всё-таки чёрные поля, слабые. Не знаю, мне это не очень нравится, но в любом случае, КНФ6, С4 последовало. Ферзь Е7. Стандартно. Д6. Ф4. Вот тоже следующий момент, который я хотел обратить внимание. То есть, получилось что-то... Что-то вроде типичного ежа получилось. Обычно, правда, слон в этих пальцах стоит на Е7. Но на Ж7 его тоже либо ставят сразу, либо иногда даже переводят путём. Ладей Е8, слон Ф8, слон Ж7. В принципе, нельзя, конечно, это плохая фигура. Единственное, что, наверное, будет потенциальная проблема в спешке Д6 при случае. Но со стороны белых, в подавляющем числе случаев, в еже мы ставим Ф3. Мы ставим Ф3, мы ставим Ферзь Д2. Конь, кстати, наверное, должен вообще на Д4 назад пойти, потому что ему здесь особо на Б3 делать нечего. Ну, может быть, правда, потом в Б4 сыграть и потом вернуться обратно на Б3, чтобы поддерживать либо Ц5, либо А4, А5. Но вот ход, который я сделал здесь Сиет, Сает, мне он не нравится. Потому что, во-первых, мы теперь Ферзям особо не можем двинуть. Где-то конь Ж4 всегда будет неприятно. И этот слон очень важный, мы не хотим его отдавать. Во-вторых, после того, как пешка выйдет на... слон, точнее, выйдет на Б7, то пешка Е4 всегда будет неуютно себя чувствовать. Ещё где-то конь Ц5 поддаю, поэтому пешку ставим на Ф3 и не паримся. Так как мы Е5 всё равно не пойдём в ближайшее время, Ф5 всегда отдаст поле на Е5 для коня. Ходить мы... Ф4... Ну, я просто не вижу большого смысла, кроме как типа активно. Вот, здесь сыграл А5, А5 Сает, что уже, видимо, не точно. То есть он вскрывает игру, хотя у него центр скорее уязвимый. Скорее уязвимый, и, может быть, ему надо было пока поаккуратнее. Король С1, Ферзь С2, может, Ладья Д1 где-то. В общем, чуть поаккуратнее. Поаккуратнее доставить фигуры, всё надёжно прикрыть, дальше рассмотреть по обстоятельствам. А5, в целом, план стандартный, но здесь после БА ещё к коням обычно бьют всё-таки, чтобы слону Б7 не пустить, Ладья опять меня не совсем понял. Хотя, в целом, изменение структуры, наверное, оно в пользу белых. Но, опять-таки, чаще здесь пешка уже на Б4 стоит, и появляется ли, возможно, Б5 пойти, либо где-то С5, и белые всё-таки давят. Тут, наверное, этот план можно признать таким преждевременным, что ли, и не совсем удачным. Поставил Ладья Б8, глядит Ладья Б3, уже провисает Ладья на А5, Ладья ушла на А3, Ладья Д8 логично, чаще немножко ставят Ладью на Е8 в этих поицах. Наверное, где-то сидишь, что мы можем пойти Д5, и потом при случае слонный Е3 будет провисать. Ну, здесь Ладья Д8, наверное, хуже действительно не выглядит. Так что, тоже окей вполне, Ферси Е2 логично. Как я уже сказал, очень важно уже 4 поля контролировать. Возможно, имело смысл пойти в какой-то момент К1, особенно после того, как мы двинули пешку К1. Никогда не ошибка. Ферси Е2, тем не менее, слон Ф8. Уже намекаем на ход Д5, где-то провисает Ладья на А3. Это сигнал белым, что что-то скоро будет. Но пока игнорируем, Ладья Ц1 ход правильный, теперь на Д5 просто заберем. И уже не висит здесь К1 на С3. И можно еще сыграть К1 на Б5, напасть на Ферда. И Ферда не так уж много ходов, а в случае Ферда Б7 еще Ладья Ц7. То есть мы на Ферда не только напали, но еще и, кстати, съели после такого забавного варианта Ладья Ц7. Ферзь в углу просто попался. Поэтому Д5 пока не проходит. Слон Б7 спокойно играет угар. Хороший ход. Аш3 тоже полезно. Где-то и форточка, и К4, чтобы нигде не было. Слон А8. Тоже стандарт. Слонам пропустили с С8 на А8. Ладья снова играет по линии Б. А слон уже давит на пешку Е4. Некомфортная поица у белых. Может у них так не сильно и хуже, но слишком все хорошо у черных стоит. И фигуры в какой-то момент поица может взорваться. И Д5, и Е5. Где-то может быть Е5 совсем гипотетически. Но при случае. В любом случае фигуры черных готовы. И уже белым надо проявлять аккуратность. Ладья Ц2. Ну такой, видимо, тоже ход из общих соображений. Где-то пешка Б2, чтобы не висела. Это, наверное, один из самых догадочных ходов партии для меня. Не совсем его понял, но допустим. Ладья Ц8, кстати, ход тоже не совсем обязательный. Можно бы, кладя Б4 по линии Б, попытаться сдвоиться. Ну, видимо, для этого, кстати, пешку Б2 и прикрыл Саед здесь в этой позиции. А после Ладья Ц8 потихонечку мы приходим к ключевой позиции. Ц5 последовало. Наверное, правильно. Не решает проблем. Но, по крайней мере, иначе бы белые все хуже и хуже и хуже по линии Ц8 становилось. Поэтому, если вы чувствуете, что что-то идет не так, надо опускаться во все тяжкие. Там будет, что будет. Последовало ДЦ. Конь Ц5 тоже можно было. Но ДЦ не хуже. Слон А6. В этом идея. То есть мы вымениваем пешки. Ну, где-то Конь Д2 придет. И, по крайней мере, линию Ц мы закрыли. Здесь уже ничего не будет. Полица 4 где-то появилась для коня или для слона. И, в целом, если ладья уходит, мне кажется, что после Конь Д2, ну, наверное, примерно равная позиция, я бы сказал. Ну, и Крикон так же примерно считает. Вот. Поэтому после слона А6 решил здесь не отступать. Манатов. Играет Ц4. Ц4. Здесь висит. Здесь висит. Начинается потихонечку. Конь Д4 ушли. Слон А3. Слон С8. Ну, можно было, конечно, наверное, на С8 забрать. Хотя тогда как раз БА и, скорее всего, ничего сильного, сильно страшного нет. Еще плюс Курин Б5 есть ход. И потом Конем забрать. Потом Ц4 висит. Примерно равная. Там на Е4 у белых тоже подвисает. Но все выменивается. И это ничья. Поэтому после слона А3 правильный ход слона Ф8. Слона мы хотим сохранить. Слона А6. И черные здесь, наверное, могли бы Е5 пойти, чтобы было бы довольно сильно. И как раз используя тот факт, что и пешка Е4 слабая. И Ц4 мы таким образом защищаем. И где-то Слон сейчас выйдет. И этот Слон играет. И Владья играет. Материал уже не так уж и много. Но по ИЦ, мягко говоря, неприятная. Вместо этого поставил Конь Е4. Что, наверное, более логично. Сразу пешку забрать. То есть Е5 ход в гроза не бросается. Перцы Четыре. Белые хотят забрать, поменять Фердей. И сказать, что в иншпельке как-нибудь отстоимся. Ну, кстати, даже в иншпель, наверное, чуть похуже у белых будет. Но, естественно, Чёрные не хотят меняться. Особенно не забываем про разницу в рейтинге. 150 пунктов. Играем на победу. Ну и плюс, объективно, Ферзей менять мы не хотим. Потому что у Чёрных всё-таки значительно более надёжный Король. Пока, по крайней мере. Король ушёл на H2. Где-то мы, кажется, под Ферзя встаём. Но вроде как использовать это немедленно невозможно. И тоже есть напряжение по линии С в том числе. Поэтому тут уже надо считать аккуратно. Чем, наверное, Вугар не справился. Скорее. И сейчас начнётся. Нужно было сыграть Фердей 6 аккуратненько. Уйти из-под атаки по линии С потенциальной. Где-то поддавить на Д4. Где-то Е5 городит. Видимо, по ИЦ всё-таки довольно существенно хуже. У чёрных. У белых. И, к примеру, слом бы 5. Кстати, ещё где-то слом провисает потенциально. Пусть слом бы 5, Е5. Как-то ещё, может быть, мы держимся. Такой коник Х5. Какой-то ход ЖФ. Съели, съели. Слон С5. Съели, 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 съели. Вот какая-то такая смешная поица. Где у чёрных лишняя пешка. Ну, кстати... Сейчас через Владя сюда придёт. Там, может быть, будет очень неприятно. Поэтому нельзя сказать, что это прям битая ничьяна. Наверное, у белых серьёзные здесь шансы. Вместо Ферда 6 последовала Ладья Б4. Так что... Достаем попкорн, друзья. Ладья Б4, на самом деле, ошибка по двум причинам. Но... В партии более эффектный путь избрал Саев. Хотя менее сильный, наверное. Сильнее было здесь Конь Д5. Конь Д5. Чем Ферд Б4? То, что было сыграно жертву на Фердя. Конь Д5. Мы нападаем на Фердя. Я уверен, что в угар это дневнул. Но здесь... Идея в чем? Что если чёрные забирают, допустим, коня, то Ферд Б4 на связке просто потерял у Сладья. У белых здесь лишний материал. И лучшая позиция. Надо играть в С4. Но здесь форсивенный вариант. Конь С7. Допустим, съели, съели. Съели, съели. Слон Конь Душел на С6. Энчпиль... Браун, ничейный я доскал. Поэтому... В принципе, Конь Д5 заметить было несложно. Но посчитать варианты после этого не так. Не такая... Не такой большой проблемой, мне кажется, было. Но заметил другой, даже более эффектный вариант, наверное, здесь. Саед. Сеед. Ферд Б4. Жертва Фердя. Слон Б4. И Конь Б4. Конь Б4. Теперь висит Ферд. И надо что-то делать. Надо куда-то Фердём отходить. Вариантов не так много на самом деле. На Б8, на Д8. У меня отойти там под Ладя Ц8 мы всё время попадаем. На Б6 как-то под Слона нам не хочется. И тоже, кстати, Ладя Ц8 на Д8. Там просто Слон теряется. Поэтому вариантов у нас либо перекрыться, либо слоном, либо конём. Либо пойти Фердь А5, либо пойти Фердь А7. Больше вариантов я не вижу. Сильнейший был, наверное, ход Фердь А5. На что примерно форсированный вариант Ладя Ц8. Король Ж7. Съедаем на А8. Фердь Д5. Важнейший ход. Вот его, может, издалека не видел в угар. Что это двойной удар. И здесь надо продолжать белым. Комбьют Е6. ФЕ. Ладья А7. Вот так вот подвязываем коня. И чёрные, допустим, забирают на Е4. Ладья Д4. Ладья Б4. Пойду битая ничья. Комбьют микроперевесик чёрным даёт. Но я думаю, что это лёгкая ничья. Слона переведём на Ф3. Поставим ладью на Е4. И партия закончится, по большому счёту, ничейным результатом. Поэтому Фердь А5, наверное, было самое чёткое. Но играет здесь на победу. На победу Фердь А7 сыграл в угар. Если слоном перекрыться, допустим, то съели, съели. Б4. Ну, тут, кстати, тоже битая ничья. Но даже чёрные тут и не могут поставить никаких проблем. Ну, и Конь С5 то же самое. Съели, съели. Б4. Отыгрывается фигура. Можно пойти в Фердь Б6, допустим. Но тут явно белые не рискуют. Чёрные, кстати, могут чётные ещё рискуют. Белые, мне кажется, уже совсем ничем. Но вернёмся, вернёмся к ключевому моменту. Фердь, я напоминаю, висит. И не так много ходов. И Фердь А7 следует. Ну, где-то под слона встали. Но, казалось бы, ладно. Слона защитили. Конь висит. Слон висит. Фердь лишний. Найдите тактику, называется. Конь Ф6 шаг. Конь Ф6 шаг. Подбой, но очень важный ход. Потому что теперь, после... Это строго единственная за белых. После Конь Ф6 следует ладья Ц8 шаг. И на слон Ф8... Ну, либо... Если, короче, Д7, то Конь Е6 шаг. И забрали Ферзя. Это сразу выиграно. А если слон Ф8, то ладья Ф8 ещё женства. Конь Е6 ещё женства. И забрали здесь. И благодаря пешке Б, этот эндшпиль должен быть легко выигранный. Поэтому после Конь Ф6, Конь Е6 забирать нельзя. В случае, король Д7, снова попадаем под шаг. Поэтому Фердь А7, кстати, так чисто интуитивно, я бы, наверное, не стал ходить. Но, правда, видимо, в угар не видел Дей Конь Ф6. А если ты не видишь Конь Ф6, то ты думаешь, ну ладно, вроде как опасно. С другой стороны, ничего с тобой и нет. Поэтому играем. Король Аш-8. Всё ещё нормально. Ничего страшного, на самом деле, не произношло. Шаг. Теперь, король Д7, то же самое. Здесь Конь Е6. Поэтому надо закрываться. В случае Слона Ф8, Конь Е7 просто забрали потом здесь, потом забрали здесь. Миллион лишних фигур у белых выигран. Поэтому Конь Ф8 строго единственная. И здесь атака продолжается. Конь Ф5. Конь Ф5. Напали на Ферзя. Ну, у чёрных строго единственный ход Ферза 6. Конь у нас под боем. Но мы на это не обращаем внимания строго. Слон Д4. Так. Уже становится опасно. Ну, в частности, если какой-нибудь рандомный ход, я не знаю. А, ну, рандомный ход типа Ферзи Ц8. Ферзи Ц8. То Конь Е4. Шаг. Ну, и можно Е5 и Ф6 пойти отдать. Эти две першки мы их заберём. Нормульмут. Конструкция у нас именно. Тут можно выбрать либо этим конём, либо этим конём. Можно ещё отдать коня здесь. И потом поставить матом так вот, конь А6. Так что... Здесь чёрные проигрывают. В Ферзи Ц8 ухода нет. По сути, у чёрных есть несколько продолжений, которые держат позицию ещё. И Угар сбрал одно из них. Можно было сыграть ЖФ. Это было сильнейшим. После Конь Ж4 опять уйти. Уходить нельзя. Конь А6 мат. Пойду Е5. И тут даже не слон Е5, а ладья А8. Тут шах, хотел сказать. Шах Ферзю. На Ферзь А8 снова та же самая идея с матом конём на А6. Поэтому Ферзём надо куда-то отваливать. На Е6, допустим, слон Е5. Король Ж8. Конь Ф6. Король Ж7. Вот такой вариант. Тут конь накидывает. Король обратно может уйти. Ну, либо Ф6 даже скорее. Потому что на король Ж8 можно в том случае конь Ф6 шаг дать. А после Ф6... Следующий вариант. Король Ж6. Конь Б4. И здесь тоже попадают под тактику чёрные. Потому что после ФЕ есть вот ладья А6. Мы отыгрываем Ферзь А. И, наверное, там ничья в конце. Хотя, может, даже благодаря проходной чуть получше. Вот. А в случае Ферзь А4 тут вариант продолжается. Ладья А6. И переходим забрать на Ф6. Ферзь Б4. Более того, просто чёрные чуть ли не проигрывают здесь. Ладья Ф6. Король Ж5. Ладья Ф5. Куча, конечно, классных вариантов. Ладья Ф7. И строго единственный ход. Почему-то не спрашивайте. Ферзь А5. Всё остальное чуть ли не проигрывает на месте. Ну, чёрный слон З7. Белые хотят пойти выиграть коня. А если конем какой-то свалительный Е6, допустим, то ладья Ф6. А если на Ж6, то слон Ж7, Ж4. И вот такой вот матный Ф6. В общем, немножко запутан. Но уже, я думаю, для вас так, что сильно углубляться здесь не буду. Потому что вариантов ещё много будет интересных. И мы, конечно, улетели вперёд. Но ЖФ вход был здесь возможный. Также, судя по всему, можно было пойти здесь А6. Это не проигрывало. Но тоже билок довольно опасный поезд. Причём белые всегда могут сделать ничего, если захотят тут. А если они хотят играть на победу, допустим, конь Ж4, король Х7. Ладья С7 тут сразу выигрывает. Ладья подключается в атаку. И снова вся та же идея коня Ш6. Поэтому надо ходить Е5 сначала. Слон Е5, король Х7 здесь. Идея в том, что после ладья С7 мы можем пойти слон Д5, защитить пешку на Ф7. И тут, допустим, конь в Е3. Просто игра продолжается. Вот такое. Грозит это конь в Ш6. Потом на отскок, на, точнее, отход короля под шах мы где-то пойдём в конь Д5, заберём на Б4. Нули, как обычно. Это можно анализировать ещё долго и долго и долго. Но в любом случае А6 вход не был сделан. Наверное, по причине того, что, ну, во-первых, может, не видел просто. А во-вторых, там у белых ничья есть как угодно. Поэтому последовало Е5. Может быть, зевнул то, что дальше случилось в угаре. Я не знаю. Сейчас мы увидим. Слон Е5. Жев. Теперь конь Ж4 уже не так опасно, потому что после король Ж8 нету мата на А6. Ферзь прикрывает. И в этом была идея хода Е5, что мы открываем шестой ряд. И у белых теперь нету матовых угроз. Но есть та же идея, которую мы уже видели. Ладья бьёт А8. После ферзь А8. Конь Ж4, конь А6. Снова мат. Ферзь на А6 не прикрывает это поле. Поэтому белые здесь, точнее, чёрные, вынуждены уходить в фердём. Ферзь А6. Ладья Ц8. Ну, как-то гоняется за пердём. Гоняется за пердём. И в какой-то момент, неожиданно, как мне кажется, Сиет решил уклониться от нищи. И пошёл ладья Б8. Играет на победу. Ход, кстати, абсолютно нормальный. Несмотря на то, что материала не хватает. Везде у белых здесь нища есть. И рискует только чёрные. И более того, тут же ошибся. Тут же ошибся господин Бугар. Потому что он сыграл здесь слон Е7. Этот ход проигрывает, по большому счёту. А слон Д6 нужно было делать ход. И тут по сладе Е8 нужно забирать слона. Вот надо было... Идея-то в чём, что слон белых, слон чернопольный, он самый... Это самая неприятная, угрожающая фигура в позиции. Поэтому нужно было срочно его менять. И здесь, да, до сих пор борьба продолжается. Висит ферзь, висит ладья. Ну, допустим, вариант ферзь Б3, ладей Ф8. Как-то ладья Ж3. И, к примеру, вечный шаг вот таким образом. Ну, либо здесь вообще мат. Но чёрные могут уйти на Ш6. И это вечный шаг. Свиньём по-хорошему. При точной игре обоих соперников партия должна была закончиться в ничью. Слон Е7. Грубый зливок. Ладей Е8. Теперь чёрные просто настолько завязаны и перевязаны, что у них толком нет никакого хода здесь. Просто нет. Ещё плюс гадает ладья Е7. Потом конь Д5 шаг. И выиграем ферзя. Последок, короче, Е7. Попытка убежать. Здесь белые, ну, плюс-минус сразу побеждали. Хладом конь Д5. Висит на Е7. Шаг. А в случае Ф6. Ладья Е7. Съели-съели. ФЕ. ФЕ. Это, видимо, совсем выигранная. Ну, и так, две лишних. Плюс ше Ф5 висит. Как-нибудь добьём. Проходная Б зарешает. Всё. Вот тут упустил Саед победу, к сожалению. Подшёл ладья Е7. Тоже, кажется, какая разница. ФЕ7, конь Д5. Оказалось, что разница есть. Всё, видимо, дул что тот же самый вариант. Но ферзь ушёл пока. Пока ушёл. И тут несколько было продолжений перспективных, скажем так, у белых. Конь H7 было одной из них. После короля H7, владея F7. Король H8, владея G7. Владея C7. С шашем забираем ферзя. А если здесь идти королём на G6, допустим, просто забираем на F8. И, видимо, это технически выигранная бойца. Словом, всё такой же мощный. Все друг друга защищают. Дальше селёщий ход ладей F6. Заберём пешку на F5. Ну, и потихонечку эти приведём движение. Сейчас, кстати, была партия в Загребе. На супер турнире. Аронян выиграл... Не помню, у кого, честно говоря. Но очень похоже. В общем, по-моему, Гукиша выиграл Аронян. Так что, не знаю, имеет ли это большое значение или нет. Но, тем не менее, боится, конечно, легко выигранная здесь. И побеждал. Побеждал Саед. Но сыграл вместо этого ладей E8. Решил, что можно поддержать огонь атаки. Наверное, в этот момент соперники были в цитноте. К сожалению, тайминговых у меня нет. Но последовало конь G6. Боремся с слоном E5. Шах. И тут, конечно, потерял нить. Видимо, время начало заканчиваться. Можно было еще сыграть 3-4. С страшной атакой, на самом деле. Ну, по крайней мере, визуально. Грани просто мат в один ход. Если слона забрать, ничего не меняется. Все равно мат. Но здесь FG, FG, допустим, F2. Или сразу F2. И все-таки весь ли шах с ферзем уж как-нибудь против головы короля мы поставим. Тоже это заслужило внимания. Но последовало LB8. Конь E5. FE. Ну, это, в принципе, наверное, можно сказать визуально, что он ничейный. Причем легко должен быть. Но приключения на этом не закончились. Дальше я проключу. Прокручу. Играть уже начал в угар, очевидно, на победу. Выдохнул. Пошел королев вперед. Пошел королев вперед. Пока до поры до времени играл здесь. Играл очень четко Саед. В плане того, чтобы сделать ничью. Но здесь строго единственный спасающий футбол. Этюдный по-настоящему H4. Идея в том, что после ферзь H4, конь H3 мы все прикрыли. И главное, чтобы король черных не проходит. При случае, если мы ладью где-то успеем привести на F3, это будет битая ничья абсолютно. Ну, либо король H2, кстати, ладья G3 тоже есть идея. А если, допустим, F4 пойти, то ладья G7 и F3, если тогда ладья F7, успеваем уход в ход задержать пешку. FG, король G2. Ладья не теряется, и это ничья. А идея в чем хода H4? Идея в том, что король черных хочет пройти и поставить мат, и висит конь. Поэтому ладья не может оторваться, как-то препятствовать этому маневру. К примеру, если B4, то король Е2, следующий ход, король F1, G2 уже будет висеть. Единственный ход будет ладья A8, чтобы мат не получить. Тогда просто ферзь G5, и это уже совсем выиграно будет. Поэтому H4 было необходимо, чтобы защитить коня. И, к примеру, если здесь король Е2 сыграет, тогда уже мы ладья A8, мы ладья C8. А ферзь H4 снова к маневру H3. А если король F1, мы успеваем ладья A1 защититься, дать шаг точнее, и защитить пункт G2. Важнейший. Последовало место это ладья D7, и тут как раз черные уже прорвались. Отдает коня, потому что король F1 проигрывает. Ну, это, кстати, опять-таки, если ладья придет на F3, я так понимаю, это ничья все еще. Но ладья на F3 не приходит. Хорошую технику здесь проявил. Бугар. Ферзь D5. Можно сказать, что двойной удар. Хотя, по-другому ладью, конечно, никого не волнует. Волнует мат на G2. Такая вот многострадальная партия, и одна из самых напряженных. Причем такой довольно короткий момент был, но, тем не менее, очень эффектный. Много красоты осталось за кадром. Ну, хотя и во время партии подарили нам шикарное напряжение соперники. В общем, возможно, мы еще о них услышим. Хотя, Бугар уже не такой молодой. А вот Сайет, 14 лет, 2300. Ну, не тот, чтобы суперперспективный, но вполне возможно, что грандсмейстером станет. Тактику видит хорошо. К сожалению, проиграл эту партию, но подарил нам немало приятных эмоций. Спасибо, ставьте лайки, если вам понравилась эта партия. Если вам не понравилось, можете не ставить, конечно, но кому она не понравилась, я не знаю. Увидимся. Спасибо. Продолжение следует...